Здравствуйте, меня зовут Игорь Лебедь. Хотел бы рассказать про проект, не проект, в общем, идею создания открытого слоя геоданных по границам особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения. Все это дело регулируется федеральным законом об особо охраняемых природных территориях, в том числе и описание региональных и местных ООПТ. В частности, есть пункт, вот недавно там на форуме его привел, который обязывает органы региональных и местных природоохранных ведомств публиковать эти границы именно в сети интернет. В каком конкретном виде не указано, но публиковать они обязаны. И таким образом, с обширной темой обсуждения на Геслабе появилась идея как-то уже все это оформить, потому что существует много источников данных, но какого-то общего конкретно нет, именно как открытого слоя геоданных. То есть, есть геопортал, в частности, по особо охраняемым природным территориям всей России, в Тамилинах, но там нету как бы открытого слоя. Там можно получить этот слой для доступа в Аргисе, но как слой данных мы его получить не можем. Соответственно, использован он может быть для любых целей, ограничений никаких не предвидится. Соответственно, лицензия придумана просто первое, что попалось. Если есть какие-то идеи по корректировке лицензии, собственно говоря, вот есть несколько пунктов, которые, как мне кажется, соответствуют тому, что должно подзумеваться под открытым набором геоданных. Но если какая-то другая лицензия будет более подходить, то, в принципе, тут каких-то критических параметров нет, можно все это и сменить. Основные источники данных – это все-таки сайты региональных управлений природных ресурсов, министерств и прочих ведомств. Они по-разному в каждом регионе называются. Кроме того, есть региональные и прочие геопорталы, экологические порталы, на которых есть уже картографически размещенный материал. Но, опять же, он недоступен, скажем так, для скачивания, для какого-то пространственного анализа. Также вот на этих указанных сайтах региональных управлений в основном размещены перечни особо украиненных природных территорий регионального и местного значения. Есть ссылки на постановления различных нормативно-правовые акты, которыми эти границы подкрепляются. Но не везде, опять же. На некоторых сайтах управления есть и вплоть до описаний по конкретным точкам, то есть точно даны границы, но они даны, опять же, в каком-то не географическом виде, то есть либо в формате сканов, текстовых файлов. И порой ссылки на эти постановления отсутствуют, то есть есть только ссылка, а самих постановлений нет. Поэтому приходится искать их дополнительно на справочных юридических базах, гарант, консультант и прочее. Кроме того, по некоторым регионам нет такой хорошо структурированной информации, и приходится искать информацию на различных краеведческих, туристических сайтах. Сейчас, особенно в последние два года, вышел указ президента, который к году особо охраняемых природных территорий, которому у нас объявлено, 2017 год, обязывает региональные ведомства публиковать эти границы и, в частности, согласно указу президента, обязывает их ставить на кадастровый учет земельные участки, на которых находится ОПТ. Поэтому по некоторым регионам есть нормативно-правовые акты, в которых указаны кадастровые номера. Соответственно, сами границы не описаны, либо описаны просто текстом, что не позволяет их точно картографировать, но есть кадастровый номер участка. Соответственно, можно либо заказать кадастровую выписку, либо получить из фонда данных государственной кадастровой оценки. Там есть отчеты, в которых лежат иногда даже векторные файлы, например, mid-mif. Их уже, ну, они в основном там лежат, конечно, в системах координат МСК регионов, но это, в принципе, небольшая проблема перевести это, да, поскольку ключи есть в сайтах. Есть общеизвестный сайт MacBasic, который позволяет, в принципе, пересчитать это все в ВГС. Ну вот, ну и в частности, вот, несколько участников ГИСЛАБа прислали данные из каких-то своих полевых наблюдений, да, то есть, как я понял, да, то есть, конкретно это не обсуждалось с ними, но, как я понял, именно эти участники, они как раз участвовали в создании границ, ну, то есть, в утверждении границ этих ООПТ, и поэтому у них, как бы, такой, ну, уникальный первичный материал. Возможно, у кого-то тоже что-то найдется. Соответственно, геометрия, если она описана в постановлениях о особо охранениях в природных территориях, наиболее такой удобный вариант, да, когда описано все, даются таблицы точки, ну, то есть, номер точки, координаты широты, координаты долготы, ВГС. Есть такие субъекты, есть такие ООПТ, и по ним, в принципе, достаточно быстро можно все это оцифровать. Ну, некоторые субъекты предоставляют ВМСК, тут уже немного посложнее, но, в принципе, тоже достаточно просто автоматизировать, то есть, там, ну, и тысячи точек, да, там не составит большого труда это перевести в картографический формат. Есть более сложные случаи, да, когда нужно все это выложено на сайтах в форме сканов, либо сканов картографических материалов, либо сканов тех же самых таблиц, тут уже либо файн-ридер нужен, либо, ну, просто картографическая привязка каких-то растров, да, и уже с последующей оцифровкой. На геопорталах есть также на некоторых доступ по ВМС, в частности, вот, на портале Томилина есть доступ при регистрации в формате ЛИР, который можно подключить к Аргису, ну, не знаю, в Кугис можно ЛИР подключить сейчас? Нет. Жаль. Вот. Ну, соответственно, также есть текстовое описание, да, это, ну, наверное, один из самых сложных случаев, да, когда граница особо охраняемых природных территорий дается просто там по контуру леса, затем от деревни Ивановки до деревни Петровки, затем по грунтовой дороге, вот это вот самая такая, скажем, творческая работа, да, которая требует больше всего сил, времени и труда. Ну, и есть кадастровые выписки в формате XML, да, которые, в принципе, вот, есть такой Владислав Филиппов, да, у него есть продукт LAN-процессор, который пока еще есть в открытом доступе, но вот последняя версия, он перестал поддерживать этих кадастровых выписок. Ну, в принципе, то тоже это можно в автоматическом режиме, XML, который содержит геометрию, его можно преобразовать в нормальную классическую геометрию для GIS. Вот. В самом наборе данных там много полей, которые формируются, да, ну, как бы минимальный набор, который, в принципе, можно внести, и пока там не заморачиваться на более детальном описании, это вот геометрия, название, регион и ссылка на нормативно-правовый акт. То есть, в основном, либо в нормативно-правовом акте, либо в кадастровых паспортах у ОПТ, которые вот в последнее время начали появляться, да, там вся остальная информация, атрибутивная, да, она присутствует, ну, и, в принципе, можно это потом как-то попытаться автоматизировано заполнить. Вообще, атрибутивный набор данных был взят из вот предыдущего проекта на GIS-лабе по федеральному ОПТ, вот, и, в принципе, на нем основан. Наборы данных по регионам совершенно различные. В Ингушетии я не нашел региональных местных ОПТ, может, кто-то найдет, не знаю, я не встретил. В Курской области законодательно их закреплено только 15, то есть, по Курской сейчас есть все. В Тверской области их 996. Это, конечно, очень хорошо, вопрос, как они это охраняют. Вот. Ну, в среднем, конечно, это такие, как бы, критические показатели, да, в среднем где-то на регион около 100 памятников природы заказать приходится. Вот. Ну, по подсчетам там были вот вопросы по завершимости проекта. В принципе, вот, за месяц вполне можно сделать по опыту около сотни ОПТ, то есть, сделать регион. То есть, соответственно, приблизительно 10 субъектов за год, то есть, в принципе, на проект нужно 10 человек, которые смогут что-то сделать. По факту сейчас там, по-моему, 6 человек. Вот. Из них делает кто-то что-то не очень много. Вот. Ну, ссылка... Что-то я не знаю, отпустил. Сейчас там. А, вот. Ссылка на проект, соответственно, это сокращенная. То есть, она есть на странице Углеслаба, на странице проектов. Ну, и вот, соответственно, по ссылке можно перейти на соответствующие Вики, где есть уже более детальное описание. Если есть какие-то вопросы, да, там, какие-то технические моменты, да, я готов, конечно, ответить на все. Еще, вот, по статусу ОПТ, да, кто-то там на форуме спрашивал, что, ну, в перспективе хотелось бы отметить, конечно, все. Как бы, пока наметилось три статуса – действующие, перспективные и упраздненные. То есть, в принципе, от того, что какие-то памятники природы упразднили, я не думаю, что они перестают существовать, да, то есть, то, что с них снята, снята охрана юридически, ну, это, как бы, не повод убирать их, да, из списка уникальных природных объектов, поэтому все-таки, ну, может когда-то это возродиться. Сейчас, типа, Орловской области, вот, нашелся там нормативный правоакт, который там практически все их, как бы, отменил. Вот, ну, это тоже не очень хорошо, и хотелось бы все-таки их сохранить на карте хотя бы. Ну, в целом, для чего я это хотел все рассказать, чтобы привлечь кого-то, возможно, кого-то тоже заинтересует эта работа, и, ну, кто-то захочет присоединиться. Спасибо. Сколько областей уже сделано? Сделано, вот, сейчас я точно скажу. Сделано, ну, полностью сделано Курское, там мало совсем, 15 штук. Вот, кроме того, практически полностью сделано еще 4 субъекта. Воронежская, Липецкая. Воронежская, Липецкая – это источники. Ну, источники тоже, это не полные, это, как бы, основной источник, в основном, это сайт регионального управления, либо какой-то еще более полный такой список, да, из которого это удобно выбирать. То есть, сделано практически полностью 4 субъекта. Вот, то есть, работы еще много, и, как бы, ну, в основном много именно технической работы, то есть, информация есть, и в нормативных правовых актах, и именно координаты есть, ну, то есть, нужно все это именно оцифровывать, и даже просто вот эти таблицы, координаты, ну, просто перевести в кадастры, видишь, на самом деле, ну, надо... По Московской области здесь сделанных есть? По Московской области несколько штук, ну, мало, мало совсем, 4,5. Ну, мы будем происходить, 5. Ну, в общем, как бы, будем рады любой помощи, любому участию. Восточники, на данный режим. Восточники, на данный режим.